Итак, мы продолжаем наш разговор о ситуации в московском локомотиве. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы поговорить о том, кто может заменить Маку Николича на посту главного тренера, потому что появилось много слухов о том, что сербского наставника отправят в отставку, и есть, скажем так, несколько вариантов на замену. Каждый из них сейчас мы обсудим и попытаемся взвесить за и против, насколько это будет адекватно, уместно и так далее. Если что, касательно возможного увольнения Николича, я уже высказался в отдельном ролике, посмотрите его, его несложно найти, один из последних на данный момент на моем канале. Ну а здесь мы будем говорить именно о вариантах на замену. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калуцкий21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, сейчас в спортивной прессе обсуждается три основных варианта на пост нового тренера Локомотива. И хотелось бы отметить, что здесь сразу становится понятно, кто за кем стоит, кто является чьим протеже. Вот, например, Роберт Клаус, один из этих кандидатов. Ну, здесь сразу понятно, что это человек Ральфа Рангника, потому что они вместе работали в Лейпциге. Также есть еще один интересный вариант – это барабанная дробь Доминика Тедеско. Человек, который тренировал в Спартаке и который является, ну, видимо, протеже Томаса Цорна, с которым он также работал в одном клубе – в Спартаке. Ну и плюс к этому есть вариант с отечественным, скажем так, наставником Чаевченко. Да, разумеется, у него еще и таджикский паспорт, но все-таки он так давно работает в России, что уже давно стал своим. Да и в конце концов, давайте все-таки будем советскими людьми и будем помнить, что когда-то мы все жили в одной стране. Тем более Чаевченко, он и этнически нам близок. И вот здесь можно предположить, что этот человек скорее от российских руководителей Локомотива, возможно, и от тех, которые сохранились на своих постах еще с тех времен, когда Чаевченко руководил Локомотивом, когда он был членом тренерского штаба и так далее. В общем, такая вот ситуация. И давайте обсудим каждый из этих вариантов. Давайте сразу перейдем к Чаевченко, потому что, на мой взгляд, тут все предельно просто. Это неподходящий наставник. При всем уважении к Чаевченко, он очень симпатичный наставник. Он великолепен как антикризисный менеджер, но это человек с очень ограниченным потенциалом. То есть мы вспоминаем любую команду Чаевченко. Это всегда один и тот же цикл. Он приходит в экстренной ситуации, почти всегда по ходу сезона, спасает команду от вылета, либо спасает команду от проблем, подтягивает ее, а удача на следующий сезон что-то непонятное происходит. По-моему, ситуация очевидна. Чаевченко, как тренер-мотиватор, как тренер, который умеет, скажем так, выкачивать максимум из своих ресурсов, может быть эффективен в экстренной ситуации, когда нужно перезагрузить коллектив. Но когда нужно поставить фундаментально физику на сезон, тактику на сезон, определить трансферную политику, высказать какие-то пожелания, вот здесь начинаются проблемы у Чаевченко. И это мы наблюдаем год за годом. Сейчас то же самое происходит и в Химках. То есть в прошлом сезоне, если мы посмотрим, как Чаевченко зажег в Химках, это просто фантастика, он там, по-моему, в итоге оказался вторым по количеству очков, набранных за сезон. Вот если брать тот отрезок, когда Чаевченко пришел и вплоть до конца чемпионата. То есть если взять такую игру на весь чемпионат России, то Химки должны были оказаться в Лиге чемпионов, получается, со второго места. То есть фантастический футбол показывала команда. Сейчас мы видим, что даже близко такого нет. Хотя значительная часть лидеров осталась. И Глушаков, и Кухарчук, и Лантратов. То есть нельзя сказать, что команда все распродана, развалилась и так далее. Примерно те же самые исполнители, но почему-то то, что было в прошлом сезоне, сейчас у Чаевченко не работает. Загадочно. Поэтому, если Локомотив хочет наставника чисто на один сезон, чтобы сейчас на драйве от этого вот эффекта Чаевченко добиться каких-то успехов, ну, может быть, в этом и есть смысл. Но дальше уже никаких ресурсов не вложить в эту команду, потому что нужно будет ее перестраивать. В итоге Чаевченко с высокой долей вероятности в следующем сезоне уже будет работать не лучшим образом. Второй вариант, который нам хорошо знаком, это Доминико Тедеско. Человек, который в Спартаке достаточно долго метал сей стороны в сторону, выбирал разные варианты игры, разные стилистики. Единственное, что было постоянным, это его схема. Он очень долго трудился, старался и работал, и в итоге смог построить очень неплохой коллектив в Спартаке. Да, у Тедеско куча проблем. Это наставник нестабильный. Это наставник эмоционально, скажем так, очень, опять же, нестабильный. Простите за тавтологию, но тут особо другого слова и не подберешь. Человек, который вроде как из Спартака ушел, потому что хотел жить поближе со своей семьей. А теперь он снова отправляется в Москву. Ну, понимаете, кто его знает, когда ему снова захочется побыть рядом с семьей? Кто его знает, как у него там карты лягут? Как он будет психологически готов к обстановке внутри коллектива? Не обидится ли он снова на что-то в нашем российском футболе и так далее? Вспомнить там ситуации со всеми этими скандалами после матча там Сочи-Спартак, это наш Колизей, там действительно Тедеско обиделся, расстроился и так далее. В общем, здесь очень много рисков. При этом Тедеско тренер действительно неплохой, Тедеско тренер любопытный, но и Тедеско тренер, который, в принципе, по нему видно, что он серьезно относится к работе в России, а это очень важно, потому что к нам приехать может любой наставник, в том числе выдающийся, как Роберто Манчини. Сейчас, я думаю, ни у кого нет сомнений, что это супертренер. Однако мы помним, что в России он ни черта не показал, потому что не хотелось ему. Он хотел свалить в Италию, стать главным тренером сборной, особенно когда появился вариант, когда уволили Вентуру, Вентуру, тогдашнего тренера сборной Италии. Вот после этого Манчини как тренер закончился в Зените. Вот здесь не исключено, что иностранные наставники, взятые локомотивом, будут такими же, что придет, условно говоря, Роберт Клаус, тот же самый из Нюрнберга, и Мореско станет неинтересно, скучно и так далее. С Тедеско этого, скорее всего, не будет, потому что он уже прошел определенную проверку, что человек со всей страстью отдается работе, что он старается, что он эмоционален и так далее, но при этом по окончании сезона запросто может уехать, потому что хочет к семье и так далее. В общем, здесь именно в плане психологии Тедеско очень неоднозначный наставник. Как тактик я считаю, что это серьезный специалист, что это человек качественной немецкой школы со своим видением футбола, со схемой 3-5-2-3-4-3, которую он использует, с умением ставить прагматичный и эффективный футбол. Да, порой, скажем так, про его команды шутили, что там все происходит как-то не мытьем, так катанием, что это говорили и про Шальки, и про Спартак, но в конечном счете и Шальки, и Спартак по Тедеску вышли в Лигу чемпионов. Так что здесь есть повод говорить о том, что это наставник, который, пускай с проблемами и с кризисами, но умеет делать дело. Ну и третий вариант это Роберт Клаус. Это не Санта Клаус, сразу скажу в том плане, что ждать от него, наверное, чудес каких-то не стоит. Это наставник серьезный и интересный, очень молодой, ему 36 лет, если не ошибаюсь. И это человек, который сейчас делает первые шаги в европейском большом футболе. Ранее он был помощником в Лейпциге, сейчас возглавляет Нюрнберг. Работает интересно, любопытно, и это человек рангника. В данном случае главный плюс данного специалиста, то, что он будет идеально дополнять главного менеджера Локомотива. Просто сейчас многие говорят о том, что Николич с рангником не совсем нашли общий язык. Вспомните эпизод, когда были слухи про распродажу в коллективе, а Марко Николич в интервью просто говорил, я не знаю, что происходит вообще. То есть было уже понятно, что не все ладно в красно-зеленом королевстве. И возможно, вот в этой ситуации именно ставка на рангника является ключевой причиной для возможной отставки Николича. Что убирают? Тренеры, которые не совсем удобен для Ральфа, приводят того, кто нужен лично ему. То есть здесь, ну, в каком-то смысле мы можем даже получить тандем наставников. Потому что рангник – это человек, который сам по себе был тренером и достаточно неплохим. Тут даже слухи появились, что его в Барселону приглашают. Я считаю, что это слухи, но так или иначе забавно. И вот в этой обстановке Ральф Рангник вместе со своим подопечным, вместе со знакомым себе человеком может организовать, ну, такой, можно сказать, тренерский цех, где они вместе будут обсуждать и тактику, и планировать стратегию на сезон. И вот за счет этого симбиоза как раз и будет достигнута максимальная эффективность в управлении локомотивом. Когда две ключевые должности в футбольном клубе – это тренер и де-факто спортивный директор, потому что Рангник де-факто им является, вот они будут находиться в полном контакте, в полном симбиозе, и за счет этого локомотив может добиться результатов. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!